Великое освящение воды на реке Сысоли состоялось в республике Коми. В праздник крещения Господня архиепископ Сыктывкарский Коми-Зырянский Петерим совершил праздничную божественную литургию в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара, а затем вместе с крестным ходом отправился на берег реки. Подробности далее. И все в Моисея крестившись во облаце в море, и все тожде брашно духовная ядоша. Праздник Богоявления связан с евангельским событием, крещением Иоанном предтечи Иисуса Христа в реке Иордан. И само название Богоявления говорит о чуде, которое произошло во время крещения. В облике голубя с небес сошел Святой Дух и глаз с неба назвал Иисуса Сыном. Освятив воду в храме, Владыка обратился к прихожанам и поздравил их с праздником крещения Господня, а также кратко напомнил историю и суть торжества. Братья и сестры, сегодня Богоявление, крещение Господне, праздник любви и света. Вот почему мы с вами все просвещаем и сегодня стоим со свечами горения любви к Богу и видим этот свет, даже тварный, который для нас знаменует нетварный божественный свет, пришедший спасти род человеческий, осветить естество Иорданова. После соборной службы от света Стефановского кафедрального собора к реке Сысола состоялся крестный ход, где Владыка совершил чиновеликого освещения воды в заранее приготовленной проруби. И же бездесы, и все исполняет сокровища благих. По окончании освещения Владыка напомнил правила обращения с крещенской водой и ее значение в жизни человека. Нужно воду обязательно сопровождать нашей свечой любви. Это очень важно. И дома, когда употреблять будете воду натощак, а при болезни в любое время вода употребляется, и мажутся ее как лекарством, и, конечно, зажигать свечу в знак любви нашей к Богу. Архипастер подчеркнул, что общественное служение Христа началось с крещения на реке Иордан. С тех пор он начал учить людей, говоря главным образом о спасении вечности. А Христос хотел главным образом показать, что нужна духовность, что нужно беспокоиться о спасении души. Вот мы с вами стоим, все думаем, как бы только здоровье получит. Это хорошо, но не только же здоровье, во-первых, а спасение вечности. Река Сысало протекает не только в республике Коми, но и в Кировской области. Ее длина – 487 километров. Реклама